Ребята из Ненинского округа, участники Всероссийского движения школьников, вернулись из детского центра «Океан» в Нарьинмар. Напомним, семь школьников из окружной столицы Великовисочного и Каратайки отправились на смену в центре событий во Владивосток. Она проходила с 30 сентября по 20 октября во Всероссийском детском центре «Океан». Своими впечатлениями прямо в аэропорту они поделились с нашим корреспондентом Ольгой Русул. В Дальневосточную республику детства, так называют «Центр-Океан», съехались ребята со всех уголков страны. На целую смену они стали участниками программы в центре событий. Дружины «Парус» и «Бригантина» гостеприимно открыли для них двери. В состав нашей делегации вошли семь школьников из Нарьинмара, посёлков Искатели и Каратайка. Села Великовисочное. А с вами нравится, что там тепло? Природа! Там красивые горы, лес. Солнце, жара. Ещё вчера мы ходили там в футболках, а сегодня уже в теплых городах. На Нарьинмаре это вообще просто. Программа «13-я смена» в «Океане» была профильной и проходила под эгидой российского движения школьников. Поэтому участники в центре событий повышали уровень своих знаний. О направлениях деятельности РДШ развивали способности, реализовывали инициативы и обменивались опытом. Очень классные люди. Мастер-классов было очень много в плане российского движения школьников. Были разные мероприятия. У нас была даже встреча с Рязанским, мы с ним успели пообщаться. Это то место, где можно познакомиться с многими людьми, завести нам много друзей и получить огромный опыт. И мы это сделали. Уезжать была грустно. Я плакала три дня подряд. Четыре дня подряд, да. Три-четыре дня подряд мы плакали, потому что не хотели прощаться с вожатами. У меня была военно-патриотическая смена, я не хотела прощаться с инструкторами и вообще с ребятами из отряда. Данил Данилов и Константин Шиц приняли участие в конкурсе, который проводили в «Океане». По его результатам, ребята признаны победителями и вошли в детский оргкомитет смены. Теперь они смогут организовывать мероприятие РДШ на региональном уровне. У нас скоро планируется свой форум российского движения школьников, наш здесь, в Нейтском автономном округе. И вот эти ребята, соответственно, войдут уже в состав этого оргкомитета нашего регионального. То есть то, что они привезли сейчас оттуда, соответственно, они будут применять у нас в нашем регионе. Поездка ребят состоялась при финансовой поддержке Ненецкой нефтяной компании. На дорогу проживания и раздаточный материал организация выделила 377 тысяч рублей. Также поддержку оказал Центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания Ненецкого округа. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.